МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День у лучших хоккеистов чемпионата континентальной хоккейной лиги назвала лауреатов 11-й игровой недели турнира. Лучшим вратарем признал Георгий Гелашвили из Югры. Голкипер не пропускал в каждом из матчей больше одной шайбы и отразил 96% бросков по своим воротам. В итоге Югра в трех матчах одержала три победы. Лучшим защитником признан игрок Бориса Роман Савченко в трех матчах, одержавший вместе с командой три победы и набравший три очка при показателе полезности плюс четыре. Савченко не завершал ни одну из проведенных игр с отрицательным показателем полезности, а также провел восемь силовых приемов. Лучшим нападающим признан Каспарс Даугвинш из Торпеда в трех играх, одержавшись командой, три победы и набравшись шесть очков при показателе полезности плюс три. На счету нападающего дубль в матче со Слованом. Лучшим новичком признан также игрок Югры Павел Варфоломеев. На счету нападающего два очка, а при этом игрок в среднем проводил на льду больше 15 минут. Также на счету Варфоломеева победный гол в игре с нефтехимиком. А теперь новости из-за океана. Гол и передача Владимира Тарасенко помогли Сент-Луис Блюз одержать победу над Винни-Пек Джетс. Это уже 87-я шайба Тарасенко в национальной хоккейной лиге и 11-я в текущем сезоне. В матче регулярного чемпионата НХЛ Сент-Луис Блюз на домашней арене выиграл у Винни-Пек Джетс со счетом 3-2. Владимир Тарасенко вывел Сент-Луис вперед на шестой минуте, а позже ассистировал Дэвиду Бейксу. На старте второго периода Винни-Пеку за одну минуту удалось отыграться, но на 24-й минуте Тоджет Бейкс вернул блюз преимущество, забросив, как оказалось, последнюю шайбу в игре. Прошлая неделя также выдалась крайне результативной для российского нападающего. На счету Тарасенко три шайбы из пяти заброшенных блюзменами. Владимир продолжает поддерживать тот уровень игры, на который он взлетел в прошлом сезоне, получив от клуба долгосрочный контракт и взалив на свои плечи бремя лидерства. Остались без трофея. Российские теннисистки не смогли завоевать Кубок Федерации, в финале уступив команде Чехии. Сборная России выиграла в четвертьфинале Польшу, а в полуфинале смогла одолеть сборную Германии. В финале турнира россиянки встречались в Чехии. Две победы на счету Марии Шараповой. Сначала россиянка взяла верх над Каролиной Плешковой, а следом над лидером чешской сборной Петра Квитовой. Судьбу трофея должен был решить парный поединок, в котором в итоге Елена Веснина и Анастасия Павличенко уступили команде Чехии. Сборная России не может победить в этом турнире на протяжении семи лет. Всего на счету команды четыре победы, последняя из которых была в 2008 году. В Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. Сборная Новосибирской области завоевала восемь медалей, три из них в эстафете. Новосибирцы завоевали три золотых медали, две серебряных и три бронзовых награды. Два золота на счету Натальи Ловцовой. Также на первое место пьедестала поднялась мужская сборная региона, победившая в эстафете. К тому же Наталья Ловцова и Александр Клюкин по результатам национального чемпионата получили право выступать на чемпионате Европы, который пройдет в начале декабря в Израиле. На самом деле я так и планировала, и была целью проплыть уже в предварительных заплывах достаточно быстро, чтобы уже понимать, что на чемпионате Европы это будет уже полуфинала и финала. Результат показала достойный, не хватило, как всегда, чуть-чуть до рекорда России, там 15 сотых. У нас перед чемпионатом России немножко я уезжала, и немножко срыв подготовки, но несмотря на это я успела подготовиться и показать достаточно сильные результаты. Даже для чемпионата России многие удивлялись, как я так могу. Но на самом деле это все наша команда, и мне хочется приходить в нашу команду, потому что у всех азарт. Я не знаю, как это можно объяснить, потому что некоторые приходят, ну зачем, блин, надоело. А у нас как в игровой форме, и приходим кто кого, и это очень интересно. Наверное, на этом у нас и складываются такие результаты, и поэтому у нас мальчишки стали гораздо сильнее, и меня это радует. На этом у меня все. Для вас работала Кристина Лата. Увидимся на ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова